Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы о групповом выгуле собак. Общение важно не только для человека, но и для собаки. Питомцу необходимо находиться рядом с другими лающими для нормальной социализации. Отличный способ дать животному возможность пообщаться с собратьями – групповой выгул собак. Что такое групповой выгул собак? Подходит ли он для вашей собаки и как подготовить питомца к выгулу в компании других лающих? Мы подробно изучили эту тему и готовы ответить на самые популярные вопросы о групповом выгуле собак. Групповой выгул собак – это своеобразный клуб по интересам. Собираются вместе люди разных возрастов, разных профессий, социального положения, владельцы собак самых разных пород. Назначается определенное место и время встречи, например, во дворе, на собачьей площадке или в ближайшем лесопарке. Нередко прогулки с собаками перерастают в нечто большее. Групповой выгул собак – это отличный способ найти друзей не только для своего питомца, но и для себя. Групповой выгул собак нужен в первую очередь для социализации питомца. Общение с другими лающими сделает вашего любимца более дружелюбным. Это особенно касается щенков. Малыши, глядя на старших товарищей, быстрее учатся правильно себя вести. Кроме этого, групповой выгул поможет вам и вашему питомцу найти новых друзей. Как узнать, практикуется ли групповой выгул собак в районе вашего проживания? Самый простой способ поискать в интернете. Нередко группы по интересам собираются в социальных сетях. Вы заметили группу собачников в парке, где обычно выгуливаете свою собаку? Просто подойдите и попросите разрешение присоединиться. Если такой группы поблизости нет, можно организовать ее самому. Разместите объявления в социальных сетях или поговорите с другими собачниками на улице. Специалисты рекомендуют групповой выгул для всех собак, но есть одно важное правило. Собака должна быть дисциплинирована и воспитана. Для щенков в возрасте от 6 месяцев и старше групповые выгулы даже рекомендуется. Они способствуют скорейшей социализации. Что же касается щенков меньшего возраста, присмотритесь к костяку всей компании. Если четвероногая компания разношерстна, маленькие щенки, подростки, взрослые собаки – это хорошо. Пестрая компания – кратчайший путь к социализации питомца. Если питомец достаточно общителен, легко находит общий язык с другими собаками, обучен и дисциплинирован, он может спокойно участвовать в групповом выгуле. Однако нельзя не учитывать индивидуальные особенности собаки. Во время первых пробных прогулок присмотритесь, насколько комфортно чувствует себя ваш лающий друг. Иногда бывает так, что даже дружелюбные псы не сходятся характерами друг с другом. Никогда не заставляйте собаку проводить время в компании, которая ей не по душе. Любые прогулки должны приносить удовлетворение и радость вашему питомцу. Как подготовить собаку к групповому выгулу? Во-первых, питомец должен быть привит и здоров. Во-вторых, он должен не иметь поведенческих проблем. В-третьих, он должен быть дисциплинирован и готов к общению с другими животными. Если ваша собака проявляет агрессию по отношению к другим лающим и склонна к своей волею, лучше выгуливать ее индивидуально. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы о групповом выгуле собак. Если ваш питомец воспитан и дисциплинирован, попробуйте групповые прогулки. Возможно, вашему лающему другу они очень сильно понравятся. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!